На встречу с республиканской властью общественники пришли, что называется, заряженными. Да не фактами, а желанием перекричать народных Урал-Бурятии. Одно из требований таксистов – отменить местный закон, регулирующий пассажирские перевозки, который якобы мешает простым, то есть нелегальным водителям нормально работать. Я предлагаю с этого угому пока или амнистировать полностью тогда, снять пока запреты. Вы же видите, какая ситуация в Улан-Удэ. Нам сейчас нужно и машины перекрасить, где-то средства найти. Плюс еще и лицензию получить сейчас в новом законе в федеральном 69-м. Хотят что-то там сделать в Государственном Думе. И там, кстати, хочу вам еще предложить народному Уралу. Вы почитайте этот закон, пожалуйста. Вы же наши, как говорится, защита и опора. Там ни разу не учтены права водителя простого таксиста, конечного извозчика. Там только агрегатор, агрегатор, агрегатор. Я вас прошу, добавьте туда, чтобы права водителя были защищены. Далее камни полетели в огород такси Максим, который вообще поставил крест на нормальных перевозках не только в Бурятии, но и во всей России. Дело в том, что в республике около трех тысяч таксистов, больше половины из которых работают неофициально. Все в том же Максиме. На вопрос, все ли водители имеют разрешение, представитель федеральной компании Вулан-Удэ ответил однозначно. Вообще у нас база данных по выданным разрешениям в свободном доступе находится на сайте. То есть мы да, сверяем, нам дают разрешение, мы сверяем, проверяем, действительно ли действует ТП, действительно ли не аннулировано разрешение. Базы данных на сайте нет. Более того, такси Максим может лишь рекомендовать водителям получить эту лицензию, но контролировать водителей и состояние авто не собирается. Для того, чтобы стать таксистом, достаточно скачать приложение и начать выполнять заказы. Здесь же заговорили и о безопасности пассажиров, ответственность за которых не несут ни простые водители, ни служба заказов такси Максим. Отмечу, что эта компания не имеет статуса официального перевозчика. Они лишь предоставляют информационные услуги населению. Также задали вопросы о тарифах, собственно из-за которых и началась акция протеста недовольных водителей. То, что касается стоимости перевозчиков, актив таксистов говорил, что вот поднимите нам цены. Данный вид деятельности он не регулируется тарифами. Правительство Республики или правительство Российской Федерации не участвует в изменении тарифной политики по перевозкам. Все это регулирует рынок. На заседании прозвучали и такие цифры. Министерство транспорта Бурятии выдает водителям чуть больше 250 разрешений в год. А совместные рейды с МВД по привлечению к ответственности нелегальных перевозчиков еще печальнее. За 2018 год проверено чуть больше 150 водителей. Первым и последним решением всей этой ситуации станет новый федеральный закон, который как раз предусматривает ответственность за перевозки. Сейчас проект прошел первое чтение. Сейчас мы ждем этого закона и надо начинать действие. На мой взгляд, должна быть единая диспетчерская служба в целом республике, чтобы она контролировала все эти машины, чтобы каждый пассажир был уверен в своей безопасности и всегда, чтобы он вовремя куда надо доехал. Не обошлось и без угроз в адрес местных СМИ, которых обвинили в искажении информации. До журналистов намерены как минимум дойти и разобраться. Однако разбираться в законах и нести ответственность за авто и пассажиров представители так называемого профсоюза таксистов, очевидно, не намерены. Вот я еще такую волну подниму по поводу справедливости СМИ, которые показывают неправду. Написали кучками легалов, короче, под забором, тяпкой. Вот это телекомпания, как у кого показывают, вещают. Мы на вас сейчас дойдем еще. Илья Вельков, Андрей Дармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова